На внеочередное заседание собрались сегодня чебоксарские депутаты. О повестке дня, которая заставила народных избранников выйти из отпуска раньше запланированного срока, Мольга Пырочкина. Из депутатских рядов опять убыло. Сегодня собрание досрочно прекратило депутатские полномочия Олега Елугина. Как сказано в проекте решения, в связи с отставкой по собственному желанию. Так что жителям избирательного округа номер 3, это ряд домов по проспекту Мира, тракторостроителей, Эгерскому бульвару, улице Кадыково и другим предстоит выбрать нового депутата. Мы должны объявить выборы. До выборы по данному одномандатному округу номер 3. В этом году мы точно уже в сентябре не успеваем. Там есть определенные сроки, процедуры. Нужно соблюсти, объявить выборы, принять решение. Я думаю, это будет весна, лето следующего года. Оставшихся народных избранников ждали другие вопросы повестки дня. Среди них передача части городской земли в собственность республики. Мы передали в республику земли под строительство школы в микрорайоне Волжские 3 и в микрорайоне Новый город. На мой взгляд, это совершенно логичное решение, поскольку финансирование республиканское и федеральное, соответственно, и контроль должен осуществляться со стороны республики. По словам Олега Куртунова, проекты школы уже готовы начать строительство. Планируется в 2018 году. Между тем, в повестке дня мог появиться еще один вопрос. Выборы главы Чебоксар. На этом наставил ряд депутатов, мол, прошло уже два месяца. Однако большинством голосов решение отложили, согласно федеральному законодательству, на то, чтобы определиться. У депутатов еще около четырех месяцев. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин. Республика.